Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет с Божьей помощью мы продолжаем изучение книги «Второзаконие». И сегодня мы будем читать шестую главу этой книги. Она начинается словами «Заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь Бог ваш научить вас, чтобы вы поступали так в той земле, в которой вы идете, чтобы овладеть ею, дабы ты боялся Господа Бога твоего и все постановления Его и заповеди Его, которые сегодня заповедую тебе соблюдать, ты и сыны твои, и сыны сынов твоих во все дни жизни твоей, дабы продлились дни твои». Вот здесь говорится о заповедях как о чем-то существенном, чего надо бояться. А как можно бояться заповедей? Не очень понятно. Как можно бояться постановления? Как можно бояться какой-то закон, какой-то указ? Имеется в виду страх перед нарушением этих заповедей, этих уставов, этих постановлений, ибо они обладают жизненной силой. Исполняя их, человек будет жив, и не только жив, он будет счастлив, как мы в прошлый раз беседовали на эту тему. И третий стих. «Итак, слушай, Израиль, старайся исполнять это, чтобы тебе хорошо было, и чтобы вы весьма размножились, как Господь, Бог отцов твоих, говорил о тебе». Вот здесь мысль эта повторяется, что Он даст тебе землю, где течет молоко и мед. Сия суть постановления и законы. Получается, что молоко – это постановление, а мед – это законы. И это подтверждается другими текстами, когда, например, Давид говорит, что закон твой слаще сотомед, который заповедал Господь Бог сынам Израилевым в пустыне по исшествию их из земли египетской. Далее дается заповедь, которая называется «Шма». Пятая глава, которую мы уже читали, она тоже начинается словом «Шма». Это слово означает «слушай». Не просто «слушай», а «слушай» с особым вниманием. И когда евреи произносят молитву «Шма», с одной стороны, молитва – это то, что обращено к Богу. Но в данном случае молитва формально, она внешне обращена больше к самому человеку. Как, например, когда мы поем символ веры в храме, эти слова, конечно, больше обращены к нам самим. Мы исповедуем, во что мы веруем. Но перед кем? Перед Богом исповедуем. Так и это молитва. И 4 стих 6 главы. Эти слова. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Эти слова, особенно их окончательная часть – «един есть», «Господь един», по-еврейски «Адонай-эхат» – они должны были произноситься с особой искренностью. Вот в этот момент еврей должен был всю суть своей веры вкладывать в каждую интонацию. «Адонай-эхат» – «все упование своего сердца» в эти слова. То есть, на первом месте это иметь правильное представление о Боге, что Бог един. «Адонай-эхат» – по-еврейски. «Шмо, Эсраэль, Адонай, Элакейну, Адонай, Эхат» – «Слушай, Израиль, Господь Бог, то есть Господь единый». Это дословный перевод. И после этого исповедания сразу идет следующее. «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всеми силами твоими». Сначала провозглашается божественное единство, а потом говорится, что его, только его надо любить. «У тебя один Бог, единственный Бог, Адонай-эхат, всю любовь сосредоточь на нем». «И да будут слова сие, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, в сердце, то есть в средоточии чувств, особенно когда ты их произносишь, особенно когда окончательная часть, Адонай-эхат, и в душе твоей, в душе твоей, а чем сердце отличается от души, в движениях, в поступках, то есть всегда помнишь, что у тебя есть царь, единый царь, и подчиняться ты должен ему». Если бы было много богов, много царей, было бы очень трудно угодить всем сразу. И в Писании сказано, если у кого-то два господина, а как он будет им служить? «Но мы имеем одного Господа, одного царя. Я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, в душе твоей, то есть в твоих деяниях, и внушай их детям твоим, и говори о них». Вот здесь заповедь о том, что надо учить детей в разных ситуациях. В каких ситуациях? «И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем». То есть сидя за столом, обучая детей этим истинам. «Идя дорогой», то есть отправляясь куда-то в путь, или совершая какую-то стезю, какое-то дело совершая с оглядкой на эти заповеди. Ложась, обучая вечерней молитве, и вставая, обучая их утренней молитве. Процесс пробуждения, это очень сложный был процесс такой в те времена. И сейчас от христианина тоже требуется не просто встать и там в трусах где-то сидеть на диване, там все это читать. Болящему человеку, может быть, это и допускается. А христианин должен привести себя в порядок, омыть руки, лицо, одеться соответствующим образом, и потом со вниманием успокоив чувство молиться. И вот эти слова о божественном единстве, они должны быть как знак. Навяжи их, эти слова, в знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими. Напиши их на косяках дома твоего, на воротах твоих, когда же ведет тебя Господь Бог твой в ту землю, которую он клялся отцам твоим Аврааму, Исааку, Иакову, дать тебе с большими и хорошими городами. То есть, когда у тебя появятся дома, то на косяках ты должен будешь все это писать. Казалось бы, а почему христиане этого не делают? Для христиан важнее то, что в нашем сердце. И апостол Павел выражает эту мысль в послании к римлянам, когда пишет «Не тот иудей, кто внешне таков, но тот, кто внутренне таков, у которого сердце исполнено вот этими словесами». Есть призыв и в Новом Завете, и в Ветхом Завете обрезать сердце, изменить сердце. Поэтому для нас важнее не внешнее, а именно внутреннее выражение нашей веры. И далее человек должен был, всякий раз, когда одерживал победы над силами зла, он должен был вспоминать эти радостные слова. И с 20 стиха идет закон о необходимости объяснять детям. То есть опять возвращаемся к тому, о чем уже говорили. Но здесь не просто какая-то такая будничная ситуация, а скорее всего имеется в виду то, что когда пасхальная трапеза, и здесь появляются новые предметы на столе, новая одежда у родителей, и ребенок может задавать вопросы. И он, кстати, обязан задавать вопросы. Если спросят у тебя сын твой в последнее, в последующее время, говоря, что значат сии уставы, постановления, законы, которые заповедовал вам Господь Бог ваш, то скажи сыну твоему, рабами были мы у фараона в Египте, но Господь Бог вывел нас из Египта рукою крепкою и мышцею высокой. И явил Господь Бог знамения и чудеса великие и казни над Египтом, над фараоном, над всяким домом и над войском его перед глазами нашими. Конечно, ребенок должен был, по крайней мере, имел право задать такой вопрос и не в пасхальные дни, а вот в пасхальные дни это делалось уже прямо по заповеди, что вот он должен спросить. Поэтому во время пасхального цедора самый младший член семьи сидел с самым старшим. И на Тайной вечере мы видим самым старшим не по возрасту, а по положению раввина со Христом самый младший Иоанн Богослов. Потому что по ритуалу младший задает эти вопросы, а старший отвечает на них. Итак, мы сделали обзор шестой главы. Если будем живы, Господь позволит. В следующий раз мы будем читать седьмую главу книги Второзакония. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok